Друзья, всем привет! Сегодня снова на рыбалке. На микроречку сегодня не поехал. Поехал вот на такой вот незнакомый водоем. Этот пруд я знаю давно, но ни разу здесь не рыбачил. Знаю, что здесь есть хищник. Не знаю, интересно посетить незнакомые водоемы, где ни разу не пробовал рыбачить. Сменить локацию, так сказать. Ну и попробуем сейчас подбирать ключ. Взял и воблеры, и джиг. Сейчас по незнакомому водоему пройду с джигом. Посмотрю какие-то перепады глубин, где может какой-то коряжничек. Ну а если не будет результата на джиг, попробуем соблазнить кого-нибудь воблерами. Ну а что из этого получится, друзья, вы обязательно увидите. Заваривайте чай и приятного просмотра! Что, друзья, начнем. Подошел вот к плотине, и вот здесь влево идет узкую протоку. И вот такие вот места сужений прудов, они наиболее перспективные. Стараюсь облов вот начинать именно с них. Как раз ветер дует в спину хорошо. Ветер сегодня будет нам осложнять рыбалку, конечно, но... Куда деваться? Взял Zetrix Axelon, который ломал рыбалками ранее. Друган у меня восстановил вершинку, вставил там текстолитовую трубочку, залил. В месте кольца, где кольцо примотано, это все дело залил. И вот человеку, кто не знает, что спиннинг был сломан... Вот сейчас покажу. Вот он вот... А, вот это вот кольцо вот он сделал. Кольцо было вот здесь. Он это кольцо перенес вот сюда. Здесь этот лак весь соскреб. Счистил и кольцо посадил на место слома. Ставив сюда стеклопластиковую трубочку вовнутрь. И все, вот спиннинг даже такое ощущение, что строй не поменял. Не знаю, заказал я новую вершинку, но это будет у меня однозначно как запасная, в случае чего. Резину брать отказывается. Тут вот такой вот миляк. Везде коряги. И вон бежит родник. Вот сейчас попробую вот здесь вот. Здесь по-любому стоит какой-нибудь хищник. Тут есть подпитка. Подпитка свежей воды. Какая-нибудь щучка здесь. Но правда очень мелко. Очень мелко. Но тем не менее, в таких местах всегда рыба присутствует. Потому что, как я уже говорил, есть свежая вода. Чистая, проточная. И вот особенно на стоячих водоемах, такая рыба как щука и окунь, они вот любят такую чистую воду. Вот непонятно. Ключ пока не могу подобрать, друзья. Стараюсь сегодня. Стараюсь. Но пока безрезультатно. Ну что, друзья, переехали в другое место. Тот крут результатов не дал. Обошли мы его вдоль и поперед. Друг приехал. Тоже бросал. Ничего нету. Проты по весне. Это такая рыбалка. Тем более, это не знакомый крут на пару часиков. Это ни о чем, конечно. Выход может быть в любой момент. Может быть с рано. С утра может быть под ветер. Ночью минус, днем уже с 15. Может выхода вообще не быть. Поэтому вот выбрались на такую маленькую-маленькую речушечку. Здесь неподалеку тоже от этого пруда. Попробуем здесь. Я сейчас попробую собрать свой микроджиговый комплект. Может быть какой-нибудь окунек или щучка захочет есть маленькие приманки. А друг будет рыбачить на большие. То есть вот два разных типа будем подбирать под настроение рыбы. Да, Вадим? Вот он, кстати, мне спиннинг сделал. Классно сделал. Так, первый заброс ультралайтиком. Ты не огрузку поставил? Ты не огрузку поставил? Нет. Ну да, ништяк. Это копыта что ли? Типа-типа. Да, да. Типа, что вы пары здесь груди. Да. Прикольно. Ну вот она в эти протоки заходит на нерест. На нерест. Да, она и не рестится здесь. Вода первой всего. Ну да, сейчас воды прям мало. Там вот дальше ямка будет, Вадим. Вот там ямка. Да, там ямка. И вот она там отстаивает. Друзья, на вертушку хорошая щучка взяла. У Вадима тоже сейчас была поклевка. Вадим, твой это сделанный спиннинг. Посмотрим, как отработает на двушке. По-любому двушка, а может и под треху, блин. Да не надо, не надо, не надо помогать. Она вот в траву завела. Ща, да ща постоит, пускай. Вон, видите, друзья, хвост как. Вот она в траву вон залезла. Я хочу, чтобы она куда-нибудь пошла, блин. Ты видел, какую свечку она запиндюрила? Не видел. Как вот ее? Слабину давать нельзя, у меня вертушка. А че, если красота зирова? Обувь, подбирай. Да у меня плетня единичка стоит. Давай, это я разуюсь зелю. Вода холодная, ты че? Ну, пять минут ничего не будет вообще. Сейчас маленько пустая. Нет, она заперут туда. Вон она, закус завела. Вообще конкретно завела. Вот че, беда-то, блин, дверь, я не звал. Вертушку все-таки захотела, а? Да я бы сам зашел. Да мы как? Сейчас можешь. Сейчас я сам попробую зайти. Это деликанты в грозах. Здесь тину только глубоко. Но здесь силу нет? Сил много здесь, но ты говоришь. Сейчас засосет, да? Ну, намочись немножко, всего, ну, все равно. Так, ладно, сейчас. Вот такое, за таким трофеем он сгоняет. Лишь бы он не отцепился, у меня вертушка стоит. Да нет, она, он хвост там поднят. Это не хвост это палка. Да нет, она. Она вообще не двигается, вон она там стоит. Вон, 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 вон. И она вообще не дергается, понимаешь? Я сразу ее это... Давай, подержи его. На натяжке держи. Ничего, нормально, что-то отрабатывает. Не, нормально, нормально. Что, открываем сезон? Нормально? Но я сейчас попробую. Там она, там она. Да там, там. Лишь бы не засосало, то если до колена будет засасывать, я и не пойду. Слушай, нет, тут нормально дно. Отпрытие уступального сезона, Вадим, Вадим. Спасибо, Вадим. Все не сделай, правильник, спасибо. Да, не говори. Слушай, она... Там камыш, что ли, я не пойму. Да, она вокруг камыша обвела. Слушай, а ты мне свой спиннинг не дашь? О, все, ушла. Блин. Зря раздевался. Слушай, ну хорошая была. Я говорю, вертушка, это такая тема. Блин, ну как она свечку дала, а? Как она свечку дала? Не говори, что она свечка. Она свечка берет доставка. Ну да. Вертушка не сильно выручает. Не успел я ее сюда, на открытое место, она сразу пошла, вон, в траву. Ну, все-таки и спиннинг нельзя так чистить. Туда надо полно. Да нет, а он бы справился просто. Она... Не, а он с любым спиннингом в траву завела. У меня плетеночка еще единичка, понимаешь? Сильно тянуть... Сильно тянуть тоже смысл какой. Ну, где-то два-два с половиной, Вадюх, примерно, плюс-минус. Два-два с половиной, плюс-минус такая. Вон она, мне даже поводок согнулась. Ну, вода такая, свежая. Да е-мое, вертушку теперь засадил. Не, отцепил. Летит далеко, даже вертушка на тоненьком шнурке. Слушай, ну как она вмочила, ты бы видел, блин. Я прям не ожидал, если честно. Да такую свечку сделал, вообще красиво. Ну вот, друзья, была хорошая щука. Но завела она в траву, пока вот раздевался. Туда-сюда подошел, все, стройничка слетела она. Не включил я камеру, как она клюнула. Такую красивую свечку она дала. Такая большая рыба. Красиво так прыгнула. Даже не думал, что на вертушку, если честно, сейчас будет что-то. Камеру даже не включал, так кинул на дурачка. А в такие моменты всегда поклевки случаются, когда не ожидаешь. Ну вот тут вот тоже, вот берег весь заросший. Вот как ее здесь, если хорошая рыба возьмет, как ее вот тут вот два метра через эту гущу продирать? Непонятно. Прям это, вера, вера пошла, когда ты сказал, что шнуреныш за твоей резинкой гнался. Мне надо было вот здесь вот встать. Я бы ее вот сюда, на чистой, конечно, вывел бы. Я говорю, вот здесь надо было мне встать. Здесь чистое окошко такое. А я встал, где самое гуще, блин. Раззадорила эта щучка, да? Ну, опять же, не на все, видишь. Не знаю, я еще... Еще воблерок бы, конечно, попробовать. Вот именно здесь, в этих местах. Магалончика какого-нибудь, да? Попробую потом пластиком. Ну, пластиком надо очень сейчас аккуратные проводки делать. Медленные. Ну, давай, Вадюха, тогда. Спасибо тебе за спиннинг сделанный. Видишь, как на щуке он отработал, не сломался. Да, так что... Буду сейчас продолжать искать активную. Давай, давай. Ну, приедем еще, чувак. Не последний день живем, еще приедем. Вадим говорит, вон, друг. Прям говорит, уезжать неохота после твоей поклевки. Но дела у человека, дела. Время это самое ценное, что у нас есть. И его всегда, почему-то вот в нужный момент, всегда его не хватает. Вот вам и слом погоды. А крупная щучка вертушку боднула, видите? Клюнула она на нее. И вот как угадать? Вот если бы этой щуки не было, наверняка бы я в конце сказал, что ночью минус, днем плюс. Вот эти вот аномальные температурные изменения повлияли на клев рыбы. Она неактивная. Но вот эта вот поклевка все шаблоны просто перечеркнула на раз-два. И вот еще одна догадка моей теории, то, что весной вот зачастую не действуют вот эти вот природные аномалии, потому что у щуки после нереста, как она отболеет, все равно есть активность, ей нужно кормиться, ей нужно восстанавливать силы, несмотря на погоду, все равно она будет питаться. и подтверждение этих слов, вот была поклевка не какого-то шнуреныша, а хорошей задвушной щуки, друзья. К сожалению, не удалось ее дотащить до берега, чтобы взвесить, сфоткать. Но это был честный бой. Она воспользовалась своими условиями своего водоема и зашла в препятствие. Но ничего страшного. Эмоции я от нее получил. И даже открыл купальник сезон. Это самое главное. Все остальное уже не важно. Жалко, что не успел включить камеру, когда она вышла на свечу. Такая вот крупная щука. Красиво, когда прыгает. Это просто кадры очень дорогого стоят. Так, ну что, вернулся к машине. Взял сумку, поставил вот магалон. Это оригинальный, в арбузе. Жалко будет, если я его оторву. Но копию не взял. Заодно и проверим, как оригинальный магалон по сравнению с копией. Копию я так разловить и не смог, друзья. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, нет активности на магалон. Пошел уже в те участки, где пробачивал на вертушку. Ничего вообще, тишина. Я где только что магалоном обкидывал, поставил шнурок, пока камера включал, сорвался. Ну вот, как вот это вот объяснить? На магалон и проводка такая прям размеренная, медленная. Уже и камеру выключал. Минут пять делал проводку такую монотонную. Там легенькие ударчики спиннингом. Шевелил на месте буквально. И ни хрена. Поставил вертушку, и сразу поклевка. Вот с чем связано? С такими мощными колебаниями, которые дает вертушка, по-другому я объяснить не могу. Потому что у вертушки настолько активная игра, и казалось бы, если на вертушку клюет, то рыба активна. Но вот резина, воблеры, все молчит. Все сегодня вообще молчит. Необъяснимо, но факт. Кто-то в комментариях наверняка напишет, да ты не так магалону ведешь, да ты неправильно делаешь, надо еще медленнее. Друзья, выключал камеру, делал настолько медленную проводку, вот самому аж тошно становилось. И ни хрена. Какие-то завалы, расширения этой микроречушки. Там стоит рыба. С чем связано? Непонятно. Есть? Есть. Там что-то плохая. А, нет, это просто она бойкая такая. Шнуреныш. Шнуреныш. Так, чувствительно спиннинг. На вертушку поклевку передал, что? Я даже подумал, что щука очень хорошая. Вот такая вот. Осенняя, наверное. Точнее, прошло-весеннее, осеннее, говорю. Прошлую весну, наверное, вывелось. И вот тоже расширение небольшое, участочек. И вот активность сразу же. Вот такие шнурят это на воблерки должны брать, начинать. Ну что, друзья, буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Что по итогу у нас получилось. Были с другом сначала на первом пруду. Обошли его вдоль поперек. Поклевок там не было. Решили съездить вот на такой вот ручей. И несмотря на то, что этот ручей такой маленький, у меня здесь клюнула хорошая щука. За 2 килограмма это точно. А какой точный вес, я, к сожалению, не смог узнать. Она завела в кусты, пока я лазил. Но вы все сами видели. Казалось бы, сегодня щука вообще не должна была брать. Ночью было минус 2. Сейчас плюс 12, плюс 15. Такой большой перепад. Но нет, вот подобрана снасть. Работала сегодня только вертушка. Мэпс номер 3. Аглия. Я, если честно, удивлен, друзья. Резина. Магалон на медленных проводках. Ничего не работало. А работала вертушка с ее активной игрой и большими вибрациями. Как понять весеннюю щуку, я до сих пор не знаю. Всегда ей нужно предлагать что-то новое. Какой-то систематической поимки в течение всего месяца. Такого нет. Каждая рыбалка и каждый раз нужно подбирать ключ. Осенью все поспокойнее в этом плане. Ну, кому понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайк. Всем не хвастать ни чешуи. Всем пока, друзья.